В эфире РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. В студии Максим Окунев. Здравствуйте. План выкупа властями Башкортостана части акций башкирской содовой компании, чтобы увеличить долю республики доконтрольной, уже не актуален. Об этом интервью телеканалу РБК сообщил Ради Хабиров. Глава региона также заявил, что власти считают сделку по приватизации БСК незаконной и несправедливой. Ущерб от нее предварительно оценивается в десятки миллиардов рублей. Ради Хабиров сообщил, что несколько дней назад сделал публичную аферту о выкупе акций предприятия держателям контрольного пакета. Однако представители компании не вышли на диалог с региональными властями. А само предложение больше недействительно. Глава региона не исключил, что сейчас вопрос с акциями БСК может быть решен в рамках уголовных дел. На наш взгляд, на наш взгляд правительства республики, мы имеем дело с незаконным выводом активов нашего предприятия, наших государственных предприятий. Мы имеем дело, по нашему мнению, с нанесением ущерба. Собственно, эти две вещи мы собираемся защищать наши требования. То сделки, как вы понимаете, были сделаны в 2013, а некоторые в 2007 году. И, соответственно, сроки исковой давности давно прошли. И решение вопросов возврата возможно только в рамках уголовного дела, соответственно, либо восстановление срока давности, что тоже может делать прокуратура. Поэтому здесь подчеркиваю, что мы наши требования заявили. Ради Хабиров отметил, что республика в случае увеличения пакета акций БСК до контрольного не планирует перепродавать их другому собственнику. Напомню, накануне президент страны Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре разобраться с законностью сделки по снижению доли государства в башкирской содовой компании. Генпрокуратура уже начала проверку. Власти Башкортостана будут компенсировать предприятиям процентную ставку по банковским кредитам до ставки рефинансирования. Новую программу поддержки бизнеса совместно с правительством готовит Госкомитет региона по предпринимательству. Об этом сообщила председатель ведомства Рима Бойцова во время рабочей поездки с бизнесменами в Белебеевском районе. Таким образом, после утверждения программы в республике процентная ставка по банковскому кредиту для бизнеса составит от 3,5 до 4,5 процентов. Льготное кредитование позволит предпринимателям быстрее наращивать объемы производства и эффективнее расти на рынке оказания услуг. Как следствие, это положительно скажется на экономическом развитии региона. Ключевой вопрос все-таки в доступе к льготному финансированию установить низкие ставки. Сейчас действительно микрофинансовая компания, например, выдает кредиты по ставке 4,25 процента. И мы для себя видим, что не просто надо раздавать субсидии безвозмездные, а именно мотивировать компании для того, чтобы они получали в банках кредиты, а мы их компенсировали процентными ставками. И таким образом объем поддержки существенно увеличится, потому что те средства, которые может выдать республика, они ограничены. Те средства, которые могут выдать банки, они практически безразмерны. Всего на сегодняшний день, согласно Федеральной налоговой службе России в Башкортостане в малом и среднем бизнесе зарегистрировано 120 тысяч предпринимателей. Это 12 процентов от всех жителей республики. По итогам прошлого года оборот всех организаций составил 3 триллиона 900 миллиардов рублей. 67 процентов пришлось на товары и услуги собственного производства. С 1 сентября граждане смогут оформлять банкротство без суда через многофункциональные центры. О вступлении в силу с 1 сентября соответствующего федерального закона напоминают в госсобрании республики. Граждане с размером задолженности от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, которые хотят заявить о своем банкротстве, смогут воспользоваться бесплатной упрощенной процедурой. Для этого нужно подать в МФЦ заявление и пакет необходимых документов, а также список всех известных гражданину кредиторов. В течение трех дней сведения о возбуждении процедуры банкротства включаются в единый федеральный реестр. С этого момента пение и штрафы за просрочку обязательств не начисляются. Пока идет процедура, гражданин не может брать новые займы или выступать поручителем. Через полгода после обращения в МФЦ долги признаются безнадежными и списываются. Но кроме того, банкротство не освобождает от уплаты алиментов, текущих платежей, возмещения морального вреда, вреда жизни и здоровью. Остается обязанность по выплате зарплаты выходных пособий работникам. Повторно объявить себя банкротом во внесудебном порядке гражданин сможет через 10 лет. Почти на 2% вырос средний размер микрозайма в Башкортостане. В июле жители республики в среднем занимались 7 225 рублей. Цифры приводят специалисты Национального бюро кредитных историй. Значение в Башкортостане ниже общероссийских почти на 1000 рублей. Лидером же традиционно является Москва. Схожие со столицей цифры показывает Ростовская область. Там средний размер микрозайма – 9 995 рублей. По сравнению с июнем, наибольшую динамику показал Красноярский край. Там рост за месяц составил 7,5%. Наибольшее же падение средней суммы микрозайма в соседнем Татарстане. В целом же, по мнению экспертов, так называемые займы до зарплаты продолжают восстанавливаться после сокращения выдачи весной текущего года, связанной с антиковидным карантином. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.